Дород Михайлович, здравствуйте! Рада приветствовать вас в этой студии как своего старшего коллегу и как академика российского телевидения, сделавшего и делающего очень много для развития этого популярнейшего СМИ. Но, наверное, есть то, что объединяет не только нас с вами, но и наших зрителей, это то, что все мы жители Матичинского района. Стал ли он для вас родным? Можете ли сказать, что это самое любимое для вас место на земле? Без преувеличений, конечно. Я живу в Матичинском районе уже 16 лет, и я не хочу никакого другого места жительства для себя, потому что, ну, это действительно у меня стал родным Матичинский район, и вообще то, как живут люди в этом районе, мне тоже очень близко. Матичинский район, он красивый, вы знаете, он необыкновенно красивый район, и столько тут такой природы замечательной. Вот там, где я живу, прекрасная, прекрасная природа. И там вот у меня живу не только я, но и мои дети там живут рядом. Поэтому вот и это такая наша усадьба уже. Родовое имение. Да, родовое имение, совершенно верно, да. Поэтому я не мыслю себя без Матичинского района. Дорогий Михайлович, ну, вы принимаете активное участие в общественной жизни района, вы являетесь председателем клуба известных матичинцев, который в эти дни отмечает первую годочину своего создания. Ну, и, наверное, вообще вас можно назвать человеком мира, вы многое где бываете и многое видите, и наверняка сравниваете уровень жизни людей, уровень развития территории, как на этом общем фоне выглядят наши матичинские районы. Ну, знаете, я действительно много путешествую, много видел. Был в Америке, я очень люблю Индию, например. Ну, если сравнить матичинский район с какой-то, ну, вот... Ну, допустим, европейской страной. Да, страной, то вот он мне напоминает Австрию. А вот Предгорье, Альп, вообще такие ландшафты в Швейцарии, реки, там, лес, такие вот места, мне вот напоминает наш матичинский район, пожалуй, вот эту страну. Уровень жизни людей, вот их отношение к жизни, может быть, и наше, насколько оно разнится, и что между нами общего? Ну, вы знаете, люди есть люди везде. Австрийцы, вот, австрийцы, они очень доброжелательные. Вообще, я должен сказать, что на Западе, на Востоке люди более доброжелательные, чем мы. К сожалению. Да, да, к сожалению, да, вот, но я вот вижу, ощущаю здесь, вот, ну, я же бываю на разных праздниках здесь, да, у вас, вот, и когда я бываю на каких-то вот мероприятиях, я обращаю внимание на молодежь, вот, в первую очередь, да, мне очень нравится молодежь в матищах, вот, такие ребята замечательные, там, мы ходили с ними как-то на очистку территории, там, лес чистили вместе, и мне так понравилось, вот, такие светлые ребята. Знаете, такие, как правило, да, я вот, ну, других вот как-то не доводилось видеть, хотя я понимаю, что есть, наверное, какая-нибудь там, ну, шпанистая молодежь, но... Не без этого. Да, да, но это, это тоже нормально, вот, в целом, вот, мне кажется, что атмосфера в районе, вот, ну, она, может быть, за счет природы, которая здесь есть, может, за счет каких-то социальных проблем, которые здесь решаются, да, вот, все-таки она оптимистическая. Связь между развитием территории и настроением людей, она прямая? Да, конечно, конечно, безусловно, безусловно, социальные проблемы, это вот, я бываю в России в разных местах, вы знаете, и мне есть в этом смысле, что сравнивать. Я скажу, что Матищинский район, это просто оазис по сравнению, вот, с такими убитыми городами есть, убитые районы есть, знаете, в России, к сожалению. И в этом смысле, конечно, ну, Матищи, это просто, да, это очень высоко, это высокий уровень, настоящий. Дмитрий Михайлович, ну, вот, в последнее время в СМИ активно обсуждается непростая тема, тема несанкционированной застройки многоэтажных дачных участков, и, несмотря на то, что эта проблема общая для России, очень часто в качестве наглядного примера берется ситуация в наших вешках, материалы прошли по разным каналам. И вот, что бросилось в глаза, некоторые сюжеты, а в особенности ток-шоу на эту тему, ну, сродни поле битвы, только не за справедливость, не за интерес людей, а вот, как мне показалось, за собственный рейтинг программы. Вот, ваше мнение, как тележурналиста, неужели вот сегодня за достижение смотрибельности канала, вот, для этого все средства хороши? Ну, знаете, я, прежде всего, хочу сказать, что я очень сочувствую людям, которые потеряли свое жилье, вот, и они были обмануты, их я, вот, не могу винить ни за что, а вот, те, можно сказать, вот, аферисты, которые, это, ну, как бы, вот... Провернули свои дела, скажем прямо. Да, провернули свои дела, хотя, вот, я знаю, что на сайте Матичинской районной администрации, ну, вообще, Матичинского района, висело это здание, как сомнительный... В списке, среди которых, как раз, да, был этот дом. В списке сомнительных объектов, да, понимаете, этот дом был в списке сомнительных объектов, вот, то есть, уже обращалось внимание людей на то, что, вот, ну, будьте осторожны. Ну, видимо, вот, у нас сколько не живет Россия, всегда ее обманывают, вот, ну, доверчивые у нас люди очень, вот, и легко покупаются на какие-то, вот, такие, казалось бы, знаете, вот, ну, на первый взгляд, интересные варианты, вот. Вот, и, конечно, вот, в телепередачах я тоже вижу, что, ну, на человеческом горе, на человеческих проблемах, ну, часто бывает, что идет спекуляция просто, да, потому что, ну, вот, ну, что вот, ну, разгорелся такой спор, там, в ток-шоу, да, и... Скандал. Да, скандал, да. А дальше, ну, что, ничего не происходит, никакого эффекта нет, там, никаких решений не принято, вот, ну, да, покричали и разошлись, вот, а боль человеческая осталась, и проблема осталась нерешенной. Ну, вот, вы руководили не одним центральным каналом, и вот, сейчас, видя такую ситуацию в отечественном телевидении, насколько, вот, вам, ну, я не знаю, больно, приятно, неприятно смотреть на это? Ну, вы знаете, мне, конечно, это неприятно, потому что, когда мы обсуждали какие-то проблемы, вот, в мое время, были очень острые передачи, была передача, которую мы со Светой Сорокиной вели, «Открытые новости» называлась, да, вот, мы брали какую-то проблему, мы брали там проблему, например, зарплат летчиков, вот, было такое время, когда летчикам, военным, не платили зарплату, месяцами, но мы разбирались в этой проблеме, мы приходили к какому-то решению, и передачу заканчивали тем, что, вот, находили решение. То есть, могли помочь людям? Да, могли помочь. Это была реальная помощь телевизионщикам, реальным людям? Да, 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 да. И после нашей программы мы следили за тем, как этот вопрос решается, и, как правило, вот, ну, этим летчикам, этому гарнизону военному сразу выплатили зарплату за несколько месяцев после нашего эфира. Вот это для нас было важнее, чем сам эфир даже, понимаете? Вот, открытость власти с народом, с прессой, вот, на ваш взгляд, насколько это в сегодняшнем обществе важно для всех? Вы знаете, вот, я считаю, что открытость, это главное на сегодня, вот, что касается власти, потому что мы, мы не видим, например, результатов борьбы с коррупцией, вот, они есть или они, их нет, да, это главная проблема на сегодня. Почему? Сейчас уже об этом даже говорят, о каких-то некоторых результатах. О некоторых, да, о некоторых. Мы не знаем, например, ну, как правило, да, вот, только-только началась работа, там, скажем, по зарплатам, там, и по реальным доходам чиновников, понимаете, вот, депутатов, например. Вот, вот, недавно, там, было опубликовано, там, ну, 92 депутата, значит, которые, ну, зарабатывают, там, десятки, сотни миллионов рублей, а, ну, получают, да, а в декларациях у них совершенно другое. Вот такие вещи, понимаете, они очень важны. И вообще, не только, конечно, в вопросах коррупции, но в целом люди должны понимать, чем занимается власть. Это главное, это главное. И вот в Матищинском районе, в этом смысле, очень хорошая ситуация. Вот я почему пошел, собственно, в этот клуб матищинцев, да, потому что я понимаю, вот, ответственность свою за, за эту, ну, пусть общественную, но все-таки должность. Вот, и я бы не пошел, если бы здесь было плохо, вот, с местным телевидением, например, да, с местной прессой, с работой главы администрации. Если бы их притесняли. Да, если бы их притесняли, да, да, я бы не пошел. Но я пошел, потому что я вижу, как эта работа проводится, как она все лучше и лучше ведется. Там, ну, вот, например, там есть такой конкурс в России, да, который проводит Совет Федерации. Власть общества СМИ называется. Да, власть общества СМИ, да. И вот ваш глава там уже два раза лауреат этого конкурса. Понимаете, это тоже о чем-то говорит. О многом это говорит. О том, что, ну, реально, действительно, власть открыта. Что есть сайт, на который ты можешь зайти и все прочитать. Есть электронная почта, которой ты можешь воспользоваться и обратиться прямо к главе. Да, виртуальная приемная. Да, виртуальная приемная. Но есть и самое главное, мне кажется, это то, что глава района встречается с людьми, понимаете. Он открыт для людей. Он не бегает от людей. Он идет к ним навстречу, понимаете. Вот это важно. Дород Михайлович, вот ваш прогноз, как жители Матищинского района. Что нас ждет впереди? Какие у нас перспективы? Ну, я думаю, что перспективы самые хорошие. Важно, чтобы, ну, вот это все не потерялось. Задан вот верный курс, понимаете. Вот он, пусть трудно, да, пусть непросто это, но решается же. Мы же видим, как социальные вопросы решаются, да. Как строятся там новые детские сады, там, как... Наконец-то появится метро в Матищих. Да, вот, метро. Это вообще сенсация, понимаете. Это просто, я считаю, что вот метро в Матищих, уже за это можно памятник ставить тем, кто руководит районом, понимаете. Значит, жить будем лучше. Да, будем жить лучше и радостнее будем жить. И будем, конечно, ну, чувствовать, что растет наше благосостояние, понимаете, что просто люди будут больше денег зарабатывать, да, будут пенсии повышаться. Это же все зависит от, не только от президента, да, который своим указан, но и конкретно на местах есть руководители, которые должны вот работать с тем, чтобы, ну, Россия становилась наша лучше, понимаете. А вот часть этой России, Матищи, вот такое, очень хорошее, мне кажется, ну, не полигон, полигон это как-то вот грубо звучит по-военному, да, вот, а такое... Площадка. Да, площадка, да, такая, большая площадка, да, на которой идет строительство, понимаете, строится новая жизнь, строится новое будущее для нас, для наших детей. Как замечательно сказано, вот пусть так и будет. Эдуард Михайлович, я благодарю вас за участие в этой программе. И, конечно же, поздравляю с годовщиной Клуба известных матищиццев. Да, я очень рад, что вот наш клуб существует, что он работает, что он функционирует, что мы встречаемся тут с молодежью, там, организуем какие-то акции. В общем, я доволен тем, как мы работаем, надеюсь, что и дальше будет. И я хочу сказать спасибо, вот, пользуясь вашим, пользуясь этим случаем, людям, которые входят вот в этот совет. Потому что, ну, это замечательные люди, это космонавты, это спортсмены, это журналисты, прекрасные люди. И я очень рад, что вот в таком обществе я нахожусь. Мы, ну, практически вот ежемесячно встречаемся с главой вашего района и с ним обсуждаем эти вопросы. Видим, как он заинтересован в том, чтобы украсить жизнь матищинцев. То есть все вместе к прекрасному будущему. Спасибо вам огромное за это интервью. Спасибо. Спасибо. Спасибо.